Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Екатерина Пазекова. В сегодняшнем выпуске я вам расскажу о новинке книжного фонда Дворца книги «Английский пациент». «Английский пациент» — роман известного писателя-поэта Майкла Андаджи. Майкл известен в мире своими романами, но в большей степени работает в прозе. Он создал 13 поэтических сборников. «Английский пациент» впервые был опубликован в 1992 году. В этом же году стал лауреатом Букинской премии. В 2018 году был удостоен высшей литературной награды Канады премия генерала-губернатора. В 1996 году книга была экранизирована. Фильм получил 9 Оскаров в номинации «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Мужчина с забинтованными руками находился в Римском госпитале уже более 4 месяцев, когда случайно услышал имя медсестры, оставшейся с обгоревшим пациентом. Резко повернулся от двери и подошел к группе врачей, чтобы узнать, где можно найти ее. Чем немало удивило его. Дело в том, что, несмотря на довольно долгий срок пребывания, он неохотно шел на контакт, ни с кем не сблизился. Общение ограничивалось жестами и мимикой, иногда усмешкой. От него ничего нельзя было узнать, даже имя. А в медицинской карте был поначалу записан лишь личный воинский номер. Это, по крайней мере, могло означать, что он принадлежал к армиям союзников. Он прошел двойную проверку, и из Лондона прислали подтверждение, что человек с этим номером действительно значился в списках личного состава канадского корпуса. При осмотре врачи, глядя на его бинты, понимающие, кивали. В конце концов, победителей не судят. Герои тоже хотят и имеют право молчать. Он чувствовал себя спокойнее, охраняя молчанием собственную безопасность, ничего не открывая и не рассказывая. Они ничего не добьются, ни нежностью, ни уговорами, ни угрозами. За четыре месяца он не произнес ни слова. Когда привезли и дали дозу морфия, чтобы заглушить боль в руках, он был большим животным, совершенно безучастным к жизни. Сидел в кресле с подлокотниками в полутемном углу, наблюдая за суетой медсестер и движением пациентов из палаты в палату. Но сейчас, проходя мимо врачей в холле, он услышал женское имя. Замедлил шаг, повернулся, подошел к ним и спросил, в каком конкретно госпитале она работает. Ответили, что она осталась в бывшем женском монастыре к северу от Флоренции. Там шли ожесточенные бои, и монастырем сначала владели немцы, а потом, после осады союзниками, он был переоборудован во временный полевой госпиталь. Здание почти наполовину разрушено, там небезопасно. Тем не менее, когда госпиталь эвакуировался, медсестра и ее пациент отказались покинуть его вместе со всеми. «Почему вы не приказали ему ехать?» Она заявила, что ее пациент слишком слаб и не вынесет переезда. Мы, конечно, постарались бы доставить его как можно аккуратнее, но тогда было бы не до споров. Да и сама она была далеко не в лучшем состоянии. Ранена? Нет, возможно, небольшая контузия после взрыва. Ей следовало бы отправить домой. Но проблема в том, что здесь война закончилась, и никто уже не подчиняется приказам. Пациент самовольно уходит из госпиталей. Солдаты разбегаются, не дожидаясь, когда их отправят домой. «На какой вилле?» – спросил нелюдимый больной. «На той, где, говорят, в саду живут призраки. Сан-Джиралама». А вообще-то у нее есть свой призрак – обгоревший пациент. У него нет лица, и он не реагирует ни на что. Даже если провести спичкой по щеке, не увидите никакой реакции. Мертвое лицо. «Кто этот обгоревший?» – спросил он. «Мы не знаем его имени». Он не разговаривает?» Врачи рассмеялись. Разговаривает почти все время, но не помнит, кто он. Откуда его привезли? Бедуины привезли его в оазис Сива. Потом он некоторое время находился в госпитале в Пизе, а потом, возможно, у какого-нибудь араба и хранится бирка с его именем. Может быть, когда-нибудь он продаст ее, и мы, наконец, узнаем его имя. Или нет? Арабам очень нравятся эти бирки. У летчиков, которые потерпели аварию в пустыне и поступили к нам, никогда не бывает именных бирок, по которым их можно идентифицировать. А сейчас этот пациент скрывается на вилле в Тоскане, и девушка ни за что не бросит его. Союзники сумели разместить там сотню раненых. До того немцы удерживали монастырь, свой последний оплот с небольшим отрядом. Стены некоторых комнат расписаны под разные времена года. За виллой расположено узкое ущелье. И все это в горах, в 30 километрах от Флоренции. Вам, конечно, понадобится пропуск. Может, мы попросим кого-нибудь подвезти вас? Там вокруг остались ужасные следы боев. Убитые животные, мертвые лошади. Наполовину съеденные тела убитых людей, свисающие с моста. Последнее излодеяния войны. Там все начинено минами. Саперам хватит работы надолго. При отступлении немцы заминировали почти все. Для госпиталя это было ужасное место. Кругом стоял запах смерти. Потребуется ни одна стая воронов и немало снежных метелей, чтобы очистить эту страну от мертвых тел и замести следы войны. Спасибо. Впервые за время пребывания в римском госпитале он вышел на воздух, на солнце. Вырвался, наконец, из больничных палат с зеленоватым светом, в которых чувствовал себя, как в стеклянные банки. Стоял, вдыхая воздух полной грудью, выбирая все, что видит вокруг. Прежде всего, подумал он, нужны ботинки на резиновой подошве. А еще я хочу мороженое. В трясущемся поезде он долго не мог заснуть. Пассажиры курили. Песком ударялся об оконную раму. Люди были одеты в черные. Огоньки сигарет походили на маленькие костры в ночи. Он заметил, что всякий раз, когда поезд проезжал мимо кладбища, все крестились. Она сама далеко не в лучшей форме. Мороженое для миндалин, подумал он. И вспомнил, как они втроем с девочкой и ее отцом пришли в больницу, где ей должны были удалять гланды. Она только взглянула на палату, полную других детей, и наотрез отказалась. Эта девочка такая послушная и покладистая, вдруг проявила твердость и железную волю, чего никто не ожидал. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Интересная и грустная вместе с тем захватывающая книга. На какой-то период четверо героев создают замкнутую систему, вступая в общение друг с другом. Каждый из них потерян, каждый опустошен и многого лишился. Постепенно они раскрываются друг перед другом, для того, чтобы вскоре эта система вышла из-за равновесия, разрушилась и все разлетелись по разным странам, чтобы больше никогда не увидеться. Книга тягучая, как пески, о которых так часто идет речь. Действия временами перескакивают с одного героя на другого, с настоящего на прошлое. В этом и прелесть соответствия формы и содержания. Герои разрушены изнутри, и повествования также разорваны. В этой книге есть все. История любви, жизни и смерти, война, ненависть, смирение. Многие полагают, это книга о Ване, из-за этого боятся читать ее. Да, война здесь есть, но она проходит сквозь сюжет, о ней нужно читать между строк, сквозь строчки. Куда важнее увидеть и прочувствовать тот отпечаток, который оставляет война на судьбах людей, жизнь которого меняется кардинальным образом. Это произведение о любви, сильное, невозможное, трогательное и глубокое. Кроме того, автор раскрывает такие темы, как война, ненависть, смирение, а также преодоление того самого подавленного эмоционального состояния после войны. Любовь, описанная здесь, настолько трогательна и великолепна, что слез не сможешь держать, я уверена. Объем работы, проделанный автором книги Майклом Андаджи, невероятный. Это работа с огромным количеством источников. Кстати, список источников автор указывает в конце книги. В общем, нахожусь в восторге от прочитанного. Она не позволит ничего делать с собой и будет жить с этим, что бы ни случилось. А он до сих пор так и не узнал, что это за штука гланды. Странно пронеслось в мыслях, что они не тронули голову. Самое страшное, когда он представлял себе, что они могли бы сделать дальше, какой орган отрезать следующим. В такие минуты он всегда беспокоился за голову. Опять что-то похожее на мышь пробежало по перекрытию потолка. Он остановился в дальнем конце коридора и поставил сквояж на пол, помахав ей сквозь тьму. И колеблющиеся облачка свечных огоньков, а потом направился по длинному коридору. Девушку немного удивило, что не было слышно звука шагов. Он приближался почти бесшумно. Это действовало успокаивающе и было знаком того, что пришелец не разрушит уединенный мир ее и английского пациента. Когда он проходил мимо канделябра в коридоре, они отбрасывали тень на стены. Девушка подкрутила фитиль лампы и стала немного светлее. Сидела прямо с книгой на коленях. Он подошел и склонился над ней, как старый добрый дядюшка. «Скажи мне, что такое миндалины?» Она посмотрела удивленно. «Я помню, как ты пулей выскочила из больницы, а мы с отцом бежали за тобой». Она кивнула. «Твой пациент здесь? Можно с ним познакомиться?» Она отрицательно покачала головой, пока он не заговорил снова. «Ну, тогда увижу его завтра. Где я могу разместиться? Просто не нужны, а кухня здесь есть? Если бы ты знала, какое странное путешествие я проделал, чтобы найти тебя». Когда визитер ушел, она вернулась к столу и села не в силу хунять дрожь. Ей нужен этот стол. И наполовину прочитанная книга, чтобы взять себя в руки. Человек, которого она знала еще девочкой, ехал сюда на поезде, пешком одолел 7 километров из деревни в гору, затем прошел по длинному темному коридору только для того, чтобы увидеть ее. Через несколько минут девушка вошла в комнату английского пациента и остановилась, глядя на него. На листву, нарисованную на стенах, лился лунный свет, и казалось, что листья живые, а растения источают нежный аромат. Рука невольно тянется к цветку, чтобы сорвать его и приколоть к платью. Мужчина с фамилией Караваджо распахивает настежь все окна в комнате, прислушиваясь к ночным шорохам. Он раздевается, осторожно расстилает забинтованными ладонями шею, и некоторое время неподвижно лежит на незастеленной кровати. Шепчутся деревья в саду. Блики луны прыгают на листьях астр, ныряя в них серебряными рыбками и появляясь снова. Лунный свет окутывает, словно вторая кожа, словно сноб воды. Через час он уже на крыше вилы. Здесь, наверху, видят разрушенные бомбежками скаты крыши, а внизу развороченные огороды и сады, окружающие вилу. Он все еще в Италии. Утром у фонтана они пытаются поговорить. Вот и ты в Италии, значит, можешь больше узнать о Верде. Что? Она поднимает голову от белья, который стирает в фонтане. Он напоминает. Когда-то ты говорила мне, что влюблена в него. Ханна в смущении опускает голову. Караваджи ходит вокруг, рассматривает дом при дневном свете, глядя из лоджии вниз на сад. Да когда-то ты все время повторял это. Она доводила нас до бешенства все новой и новой информации о Джузеппе. Какой мужчина, лучший из лучших, в нем нет изъянов. И нам ничего не оставалось, как соглашаться с тобой, самоуверенной 16-летней девочкой нетерпящих возражений. Той девочки давно уже нет. Она вешает выстиранную простыню на край фонтана. Ты всегда добивалась, чего хотела. Она идет по тропинке из булыжников, меж которыми пробивается трава. Он видит ее ноги, обтянутые черными челуками, тонкое коричневое платье. Перегнувшись через балюстраду, Ханна говорит. Наверное, я должна признать, хотя бы в глубине души, что приехала сюда именно за Верди. Но вряд ли осознавала это. А может потому, что ты уехала на войну, а потом и отец. Посмотри на ястребов. Они прилетают сюда каждое утро. Все остальное разбито, водопровод разрушен. Воду можно взять только в этом фонтане. Союзники разобрали водопровод, когда уходили. Они думали, что тогда я соглашусь уехать. Тебе следовало уехать, ведь этот район еще не разминирован. Кругом полно неразорвавшихся снарядов. Она подходит ближе и прикладывает палец к его губам. Караваджо, я очень рада видеть тебя, как никого другого. Только не говори, будто ты приехала сюда специально, чтобы уговорить меня уехать. Да плевать на эти чертовы бомбы. Я бы с удовольствием посидел где-нибудь в маленьком баре, выпил пиво и закусил сыром. Только не хочется думать, что в один прекрасный момент все это может взлететь на воздух. Я бы не отказался послушать Фрэнка Синатру. Кстати, было бы неплохо раздобыть что-нибудь музыкальное, говорит он. Это будет полезно твоему пациенту. Ему все равно, он все еще в Африке. Он наблюдает, ожидая, что она скажет еще что-нибудь об английском пациенте. Но больше ничего. Бормочет. Некоторые англичане любят Африку. Одно полушарие мозга у них точно отображает пустыню. И они не чувствуют себя там чужими. Видит, как она слегка качнула головой, мысленно соглашаясь. Она коротко подстригла волосы, и лицо стало обычным. В нем не осталось и следа от скрытой тайны, которую предавали длинные пряди. Что бы ни случилось, хан оказалась спокойной в этом маленьком, созданном ею мире, журчащей вдали фонтан, ястребы, разрушенный сад на вилле. Он думает, что, возможно, она права. Каждый по-своему старается забыть ужасы войны. Она выбрала такой путь – посвятить себя заботам об обгоревшем пациенте, стирать простыни в фонтане, читать книги в комнате, укрываясь в беседке из нарисованных на стенах листьев. Как будто все, что остается – это капсулы из прошлого, которые было задолго до Верти. Тогда медичи, хозяева вилы, при свете свечи обсуждали проект балюстрады, или окна, в присутствии приглашенного архитектора, самого лучшего в 15-м столетии, и желали, чтобы он создал что-нибудь особенное для обрамления столь великолепного вида. «Если ты останешься, – говорит она, – понадобится больше продуктов. Я посадила немного овощей, у нас есть мешок фасоли, но нужны куры». Она лукаво смотрит на караваджа, вспоминая его занятия в прошлом, но не называя его. Роман повествует о трагических судьбах, искалеченных войной. Это своеобразный антивоенный манифест. Действие происходит в 1945 году. На заброшенной итальянской вилле пересекаются жизненные пути четырех людей. Сапера – бывшего вора, медсестры Ханны, и ее пациента, обгоревшего до незнаваемости. Для всех он просто английский пациент, без имени и без лица. Ханна отказывается уезжать с остальными медсестрами и остается ухаживать за ним. А пациент рассказывает ей о своей любви к замужней женщине, трагическую и невероятную. Английский пациент – тонкая поэтическая история любви, удивительный бестселлер, покоривший читателей всех континентов. Узнать о судьбах этих интересных персонажей можно, прочитав книгу, которую вы найдете в центре чтения Дворца книги. А вы читали английского пациента? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин